Здравствуйте! Журнал происшествий вновь на ваших экранах. И, как обычно, мы расскажем о самых заметных ЧП за неделю. За эти 7 дней криминальная обстановка в Алтайском крае существенно не изменилась. Продолжают орудовать мошенники и растет число краж. Чаще всего воруют продукты питания. Видимо, кризис сказывается. Например, в Барнауле мужчина украл из магазина 5 головок сыра. А в горняке сосед похитил у соседа овчарку и съел ее. Интересно, что в сводках происшествий собака значится не только как потерпевшая, но и как нарушительница закона. Продолжим собачью тему с Заринской историей. Там пес покусал пятерых учеников прямо в школе. Дворняга зашла в здание вместе со школьниками до начала уроков. И стала бросаться на детей. В итоге травмы получили пятеро учеников. Медики им оказали помощь. Все остались живы. Судя по записи камеры наблюдения, появление животного наделало много шума. Но остается непонятным, почему взрослые пришли на помощь не сразу. Да и пса из школы, похоже, вывел ученик, а не учитель. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Следует отметить, что владелец собаки уже установлено. Это местная жительница. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности. В рамках уголовного дела следствию предстоит дать правую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения, на которых лежала обязанность по обеспечению безопасности учащихся и допустивших присутствие животного в учебном заведении. Собака только уже служебная фигурирует и в барнаульском преступлении. На строительной площадке с грузового автомобиля кто-то украл два аккумулятора. Искать злодея приехал кинолог с четвероногой подругой. Она быстро взяла след и привела к дому вора. Служебная собака зашла в ограду дома, в которой стояли санки. И возле этих санок собака прекратила работу. Далее в доме были обнаружены кроссовки, в которых совершалось преступление. С помощью собаки удалось раскрыть и кражу в Новоалтайске. Здесь молодой человек в медицинской маске зашел в подсобное помещение торгового центра, представившись мастером холодильного оборудования. Правда, к рефрижератору он не пошел, а направился прямиком к сейфу, рядом с которым лежал ключ. Из него быстро забрал 150 тысяч рублей и скрылся. Сотрудники магазина заподозрили неладное, лишь когда обнаружили пропажу денег. Полицейские нашли злоумышленников, их оказалось трое. И все уже не единожды привлекались к уголовной ответственности. В Белокурихе осудили врача-терапевта. 47-летнюю женщину приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно и обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей. За что? Расскажем далее. В этом врачебном кабинете пациентов ненавязчиво избавляли от длительной процедуры оформления санитарных книжек, от просмотра многочисленных докторов и сдачи анализов. Терапевт сначала перечисляла весь список врачей, которых нужно обойти, а потом, как бы невзначай, предлагала оплатить услуги не в кассу, а прямо здесь. Стоимость санкнижки равнялась полуторам тысячам рублей. Это было летом прошлого года. Конечно, терапевт не знала, что в ее кабинете стоит камера наблюдения. А то, что она записала, стало неопровержимым доказательством нарушения сразу двух статей Уголовного кодекса – получения взятки и служебный подлог. Всего выявлено три эпизода получения взятки и служебного подлога, совершенных терапевтом. Известно, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, однако на путь исправления не встала и вновь совершила преступление. Кстати, в прошлый раз терапевта лишили права занимать эту должность. Но с помощью адвоката женщине удалось отстоять свое хлебное место. А 19-летний житель Барнаула пошел другим путем. Вооружившись пистолетом, правда, пока непонятно, настоящим или игрушечным, он отправился в ломбард. Сначала он, как порядочный покупатель, внимательно рассматривал товар, а потом схватил золотую цепочку и сотовый телефон и побежал к выходу. Я заблокировала дверь, потом достал пистолет, было на дверь, забежал сюда. Ударил по голове хрупкую девушку, схватил еще один телефон и лоток с золотыми украшениями и вырвался на свободу. Сумма похищенного составила почти 280 тысяч рублей. Ориентировку на разбойника полицейские передали всем наружным нарядам. И хотя злоумышленник успел уехать из Барнаула, его все же задержали на въезде в Бийск. Все похищенное сразу же изъяли, так как ценности нарушитель закона еще никуда не сбыл. И теперь рецидивисту грозит не обогащение, а очередное заключение лет на 10. В Барнауле будут судить троих мужчин за воплощение в жизнь сценария фильма «Кавказская пленница». 33-летний жених и его двое сообщников похитили 16-летнюю невесту, чтобы добиться от ее родителей благословения на свадьбу. Случилось это в июле прошлого года в Благовещенском районе. Девушку усадили в машину против ее воли и повезли в Новосибирск. Но в Барнауле машина сломалась и пришлось остановиться возле автомастерской. Невеста воспользовалась ситуацией и сбежала. По факту похищения следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд. Жениху и его кунакам грозит до 12 лет лишения свободы. Кстати, по слухам, родители похищенной невесты теперь уже за то, чтобы отчаянный влюбленный женился на их дочурке. Любви вам и счастья. Берегите себя. Увидимся через неделю.